Здравствуйте! Вас приветствует энциклопедия популярных узлов. Сегодня я сделаю специальный выпуск для рыболовов. И наряду с тем, что я поделюсь с вами опытом создания рыболовной снасти, не только те узлы и приемы, которые я использую в своей 60-летней практике рыбалки. Ну да, я научился ходить, говорить и рыбачить в одно и то же время. Но наряду с этим я дам вам по мере продвижения ролика ссылки на карты, которые будут вас связывать или с веб-сайтом, где у меня энциклопедия узлов будет, или с плейлистами, где будут всегда дополняться узлы для рыболовов или приемы какие-либо. И в отличие от этого фильма, который нельзя будет изменить, эти ссылки всегда можно обновлять. Также в конце 20 секунд этого ролика вы всегда увидите то же самое ссылки, только уже визуальные ссылки, 4 по крайней мере, которые будут отправлять вас на самые последние новости или достижения, или новые узлы, относящиеся к рыбалке. Итого, начнем с того, что я вам покажу самые лучшие узлы, которые я применяю в своей практике для создания рыболовной снасти. Ну, начну я, конечно же, с того, чтобы, как и для, но в любой рыбацкой практике, если вы рыбачите на удочку, надо в конце концов привязать леску к оси барабана. Вот я сейчас вам и покажу, как я это делаю. И я рекомендую использовать только, только этот узел, и потому что все остальное, как бы от лукавого, это мое мнение. А узел, который я использую, это универсальный узел. Вся его, вся его хитрость состоит в том, что вы создаете петлю, вот так вот, например, вот так петлю создаете. И вот вокруг вот этих двух лесок вы этим концом обвязываете три раза. То есть, как бы обвязываете эти две веревочки с самым обыкновенным двойным хирургическим узлом. Два и три. Вот. Вот этот узел называется универсальным, и он настолько хорош и прочный, что не нужно даже делать здесь стопорный узел, как это делается в узле Arbor. Давайте-ка я немножечко, чтобы он не распускался. Вот. и затягиваете. И затягиваете. И затягиваете. Вот таким вот образом. Вот у вас, вот у вас использование универсального узла. Я во многих случаях буду показывать использование универсального узла. Вот вы привязались к барабану. Это супер надежно. Если у вас кончилась леска, вы будете всегда уверены, что здесь оторвется леской только с прочностью близкой к основной линии. Вот. Это я вам показал. Это я вам показал, как привязывать леску к оси барабана. Дальше, конечно, самое главное, это привязать крючки и грузило. Вот для того, чтобы привязать крючки и грузило, я использую всего несколько узлов. Вот для того, чтобы привязать грузило на конец лески, я использую хирургическую петлю. Как вы уже поняли, это то же самое, что хирургический узел, только я делаю петлю вот так и обвязываю два раза. Два раза. Раз и два. Вот это хирургическая петля. Это на конце лески. Она очень красивая, симпатичная. Она прочная. У нее конец лески выходит в том же направлении как основной лески. Эту петлю очень легко использовать для грузила. Вот таким вот образом. Вот знайте, что хирургическая петля это то, что вам нужно. И то, что я использую. И то, что я рекомендую для того, чтобы привязать грузило. Вот. А для того, чтобы привязать, для того, чтобы привязать крючок после этого. Да, между прочим, на хирургическую петлю можно так же и привязать крючок. Если вы ловите по дну, например. А дальше, а дальше, для того, чтобы, для того, чтобы привязать другой крючок, я, как правило, использую подвесную петлю. Подвесную петлю, я сейчас вам покажу, как ее делать. У меня уже есть, и это вы увидите в ссылках. Я уже много раз показывал. Но сейчас я очень быстренько покажу, как ее делать на веревке и потом я покажу здесь на леске. Очень просто делаете. Вы создаете вот такую вот петлю. Вот так вот. И вот эти две лески, веревки обиваете вокруг четыре раз. Раз, два, три, четыре. Ну, пять, шесть, это значит, будет по три оборота с каждой стороны. И дальше вы вот этот, вот эту образовавшуюся петлю продеваете сквозь эту петлю. Вот у вас образовался вот такая вот штучка. Затянули. Это лучшее, что вы можете где-либо найти для создания петли в любом месте лески или веревки. В данном случае я говорю про леску. Вот, а дальше вы уже, вот она, давайте я вам покажу. как здесь все это делать. Вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Сюда продеваете. Вот таким вот образом. Вот у вас получилась петля. И на эту петлю вы одеваете или грузил, если вы под дно ловите, или вы одеваете крючок. Вот у вас практически готовые, практически готовые, вот так, если еще этот кусочек оторвать, откусить, практически готовая оснастка для ловли, для океанской ловли по дну на треску, на акулу, на хадок, на морского волка и так далее, и тому подобное. Вот. Это я вам показал, как привязать грузил и как привязать крючок на петлях. А сейчас я вам покажу три основных способа, как привязать крючок. Один из способов это клинч, другой способ это тот же универсальный узел, и третий способ это зажатая петля. Клинч я использую, когда холодно, когда руки еле двигаются, когда надо чтобы ну короче говоря, когда не совсем удобно завязывать и как я сказал, когда руки еле шевелятся, вы вставляете конец лески в основание цевья и дальше очень просто всем, вы обливаете три-четыре раза леску вот таким вот образом и вот я говорю, даже если холодно руки, и еле шевелятся, то вы вставляете этот конец сюда, а дальше вы вокруг опять же в образовавшиеся вот в эту петлю вставляете конец сюда и обвиваете пару раз. Вот и все секреты узла клинч смочили, зажали, очень он надежный этот узел. Затягивается не очень хорошо, но смочили водичкой и он затянется прекрасно. Этот узел клинч. А второй узел, которым я пользуюсь, вы уже видели его, это универсальный узел. Вот, я его выставил уже видео, может быть, покажу здесь на карте. Это вы делаете петлю, тут уже немножко надо, чтобы руки были вот так, петлю и три раза вокруг этих двух веревочек обвязываете. Вот это практически на 80% я использую вот этот вот узел для того, чтобы завязывать крючки. То есть, это один из самых надежных, один из самых таких правильных узлов, крепких и он никогда не развяжется, даже если вы отрежете, хотя у него есть небольшой недостаток, видите, у него выходит перпендикулярно здесь, я все время оставляю 2-3 миллиметра, леска перпендикулярно выходит. Вот, значит, его я также, вы найдете ссылку или у меня в плейлисте универсальный узел и его модификация, где я модифицирую, чтобы перпендикулярно леска не выглядывала, что я делаю? я беру, сейчас я сначала 2-3, я беру, сначала формирую этот узел, видите, оставляю конец подлиннее, и дальше, что я делаю? Я вот эти вот петли инвертирую, туда продвигаю, вот так, вот так, туда, туда, и у меня этот узел из из универсального превращается браконьерский, я его затягиваю, и вы видите, что в этом, опять же, я говорю, посмотрите, фильм отдельно я создал, браконьерский, вот у него леска идет, конец параллельно основной леске, и тут уж в этом он настолько надежен, что вы можете обрезать под самый конец, и последний способ, вы тоже его знаете, у меня тоже есть отдельный отдельный ролик, это зажатая петля, его можно завязывать даже не вставляя в цевьё, вы делаете петлю, вы делаете петлю вот так, и обкручиваете ее, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и вставляете конец вот сюда, все, дальше, почему зажатая петля, потому что если я сейчас затяну, то вот эта петля затянется, я обычно что делаю, я обкручиваю не очень сильно, и я протягиваю эту петлю, протягиваю ее, так, чтобы она действительно оказалась, протянулась сквозь все эти петли, и после этого можно затянуть, вот тогда эта петля по-настоящему будет зажатая, чем хорош этот узел, конечно, прочность у него великолепная, давайте скажем так, откусить можно под самый конец, так как все это зажато уже внутри, вот, и то, что можно накрутить, много достаточно здесь, петель, и дальше насадку, если вы насаживаете, например, там, длинного червя, выползка, то вы его можете пропихнуть на эти, на эти петли, он будет держаться на этих петлях, и также есть крючки, а также блесны, которые без дырочек, и это блесна на этого, на киту, на красную рыбу, их не разрешают некоторые блесны с дырочками, вот тогда зажатая петля является основной для того, чтобы привязать блесну такую, или крючок без дырочки, вот, это все о крючках, я больше в своей практике другими способами не пользуюсь, а сейчас я вам покажу, как, как связать леску, часто очень бывает, что вот на этом барабане, вот у меня барабан с леской, например, запутывается, приходится обрезать, и леску нужно связать чуть ли не в середине барабана, для этого я использую два вида, чтобы связать леску, как бы одной толщины, два вида узлов, первый, первый вид, это, сейчас я вам покажу, это змеиный узел, включая его модификацию, опять вы найдете у нас на канале змеиный узел и его улучшенную модификацию, значит, змеиный узел это приблизительно делать так же, как вы делаете подвесную петлю, берете в руки, опять же, я показываю только это с той целью, чтобы показать, какими узлами я именно пользуюсь для своих рыболовных снастей, более подробно вы можете найти все это в энциклопедии в моих отдельных роликах, два конца берете, и опять так же, как подвесную петлю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, два конца можно большие оставлять, длинные, вы вставляете сюда, вы вставляете с одной стороны, а этот конец составляет с другой стороны, вот, можете удержать их руками, вот так-то, и дальше, из-за того, что они два длинных конца, можно бросить это все и затянуть, смочить и затянуть, получается вот такой вот узел, недостаток его, естественно, очень приличный недостаток, что вот эти концы торчат преподикулярно, если вы коротко совсем обрежете, есть возможность распуститься, потому что здесь как раз так завито все, что, несмотря на прочность большую, все-таки нужно оставлять эти кусочки небольшие, там, полтора-два миллиметра, и это, почему он змеиный, или его называют еще кровавый узел, потому что вот этими концами, если я сейчас вот так ширкну, у меня здесь сжалит, как змея, и руки будут кровяные, значит, я показывал лучший вариант, лучший вариант, сейчас я откушу, покажу, это то же самое, вы делаете то же самое, тот же самый змеиный узел, вот, сейчас я покажу лучший вариант, хотя я говорю, что есть отдельный ролик, вот так вот, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вы вставляете сюда, и вот смотрите, вот когда вы вставили, здесь появилась петля, вот это, вот в этот конец вставляете обратно же в эту петлю, с той стороны, откуда выходит вот эта леска, вот, это вот видно, что она отсюда выходит, вы вставляете сюда, вот так вот, и дальше вы тоже самое здесь делаете вставляете в обратную сторону и вставляете это туда же откуда выходит вот эта леска вот сюда вот так то и все и вы можете затягивать все это это получился змеиный узел который будет так также прочный в данном случае вы можете вы можете откорнать эти два до упора у вас выглядывает выглядывают эти же концы тоже в том же самом направлении он не такой красивый получается но поверьте если вы его сможете затянет сможете затянете он будет такой же симпатичный и данном случае он уже будет проскальзать сквозь руки и не будет вам резать их вот это улучшенная модификация есть еще есть еще когда достаточно времени использую я делаю так называемый рыбацкий узел вот а рыбацкий узел рыбацкий узел это как я сейчас вам покажу что такое раскился как он называется вот так и называется рыбацкий узел его рыбаки так и называют рыбацким сейчас я вам покажу сначала на веревочке у меня он тоже есть отдельно в ролике рыбацкий узел его еще называют грейп мой на веревочке он очень хорошо получается вы берете два конца и что вы делаете один конец берете и в обратную сторону делаете три оборота 34 раз два три дальше вы как снимаете и конец вставляете вставляет сюда вот у вас получается вот такой замечательный узелок вот вот он видите это практически это тот же между прочим если распустить его это будет двойной хирургический вот и резко выглядят в эту сторону с тоже самое вы здесь делаете раз-два-три получилось вот у вас вот такой вот это рыбацкий узел к сожалению так не получается на самой лески так на самой лески не получается если вы начнете делать в обратную сторону узлы вот так это начинаете снимать все это перепутывается начинаете вставлять и у вас ничего не получается видите как для этого связывает если опять же есть время для того чтобы сделать нормально снастку чтобы на руки не портила в то же время была прочная очень то есть вы делаете вокруг каждый вы создаете универсальный узел раз-два-три вот он у вас почти сделанный универсальный узел вокруг второго то же самое вокруг второй стороны тоже самое делаете раз-два-три если вы сейчас затянете эти универсальные узлы то у вас вот эти концы будут торчать перпендикулярные они будут резать опять опять же если вы хотите чтобы этого не произошло то вот вот эти вот петли вы сюда вы переводите вот так вот так это петли сюда переводите и у вас получается вместо универсального узел здесь получается самый обыкновенный рыбацкий узел вот здесь это рыбацкий узел вот вы петли видите перпендикулярно торчит но если вы петли сюда вот переведете раз вот эти петли туда сбросите еще раз и еще раз три раза и затянете вот у вас получился вот у вас получится самый обыкновенный рыбацкий узел на леске который очень очень тяжело и трудно сделать вот таким вот образом и тут уж и тут уж вы можете обрезать под конец все и здесь и здесь и естественно что вам не будет что при протяжке при спуске лески или при вытяжке этот узел вам не будет резать руки и прочность его абсолютно такая же практически как леска поэтому этот рыбацкий узел очень очень в почете у рыбаков у морских рыбаков ну и хочу вам показать тем чем я пользуюсь и только этим узлом пользуюсь только этим узлом пользуюсь это связывает толстую леску с тоненькой лески или или леску с плетенкой вот например леску я связал здесь с плетенкой вот пожалуйста леску с плетенкой с такой с тонкой плетенкой или такую леску с толстой плетенкой но все равно на мягенькая вот я уже опять же говорю что отдельный ролик есть который показывает все это я вам сейчас покажу я вам сейчас покажу в этом ролике очень просто делается опять же вы формируете на конце лески толстой лески двойной хирургический узел в раз-два-три вот и когда вы затягиваете когда его затягиваете всегда образуется восьмерка так раз развеется восьмерка вот она восьмерочка дальше вы берете тоненькую леску или плетенку и вставляете эту леску со стороны откуда выходит вот этот конец узла с этой же стороны видите и дальше вставляете во вторую сторону восьмерки потому что тоже будет выходить с этой стороны дальше вот вы берете и вокруг талии пару раз оборачиваете плетенку раз-два и дальше вы этот конец вставляйте в ту же сторону откуда вышла веревка вот таким вот образом вот и все вы подтягиваете затягиваете подтягиваете вот и из-за того что узел хирургический очень прочный у вас плетенка завяжется капитально и естественно из-за того что плетенка этот это плетенка не очень прочно это очень прочно это 80 килограмм или я не подать 80 килограмм плетенка леска вот это всего всего 25 килограмм или 30 килограмм вот дальше вы берете и обрезаете это все под самый корешок срубил он эту елочку под самый корешок окей вот вот у вас это вместо плетенки может тоненькая леска быть ну и последний когда вы привязываете отводной поводок тоже есть отдельный отдельный ролик как делать отводной поводок или второй поводок вы в том месте где вы хотите сделать опять же создаете создаете двойной хирургический узел 1 2 3 опять же как при затягивании у вас образуется восьмерка его сквозь эту восьмерку вы берете вы берете и привязываете привязываете сквозь эту восьмерку просовываете и привязываете поводок каким угодно способом здесь здесь но естественно я привязываю обычный или клинчем или или привязываю а универсальным узлом и у вас будет вот это после того как вы затянете все это у вас будет великолепно видите как ровненько вот это свойство хирургического узла после затягивания он образует вот такую прямую линию тоже этот ролик есть отдельно вы можете посмотреть однако я собрал все здесь вместе для того чтобы показать только то чем я пользуюсь и чем как говорится за 60 литров балки я нашел что это лучшее из лучших ну и последнее что я хочу показать если вы хотите чтобы крючок был на петле или крючок или легкая блесна на петле что очень часто делаю надо я использую только один метод разные методы есть вот я обязательно покажу вам карту 14 способов привязывая крючка и там есть рад несколько способов чтобы привязать крючок на петлю или там блесну на петлю я всегда пользуюсь только хирургической петли вот так складываете какая здесь блесна не было у вас всегда будет возможность создать большую петлю большое здесь отверстие в петле и провести два раза это будет у вас хирургическая петля 1 и 2 и чем хороша хирургическая петля она очень прочная она красивая у нее леска выходит в том же направлении как основная вы можете под крючок здесь все откусить никогда мешаться не будет и вот вам вот вам болтающиеся на петле плесна плесна или крючок вот вот по крайней мере все что я хотел с вами поделиться основными узлами для рыбалки которым я пользуюсь если у вас возникнут какие-то вопросы дополнительные пожалуйста не стесняйтесь задавайте их в комментариях я отвечу и не забудьте сейчас будет последние 20 секунд на них всегда будут всегда будут такие рекламы это не рекламки а такие картиночки с плейлистами или с видео на которых если вы нажмете то у вас тут же прям youtube отправит на это видео и эти картинки эти эти ссылки они всегда будут обновляться как я говорю независимо от того что этот фильм я его не могу фильм этот изменить но ссылки я всегда могу обновлять самыми лучшими самыми последними роликами или дополнениями в плане в плейлисте не забывайте смотрите их и и подписывайтесь на наш канал там же будет подпись никогда не подписывайтесь раньше времени всегда в конце фильма в этих 20 секундах будет возможность подписаться нажать на обычно я ставлю подпись в левый верхний угол ну и ну и до свидания всего хорошего увидимся на следующем ролике пока пока тима ф Продолжение следует...